Дневной разворот О советах отцов, которые создаются по всей стране В Кировской области он уже создан Мало того, в Екатеринбурге 19-20 февраля Прошел первый всероссийский форум отцов На котором обсуждались Довольно важные темы Буквально две недели назад у нас был В гостях наш детский омбудсмен Владимир Шабардин Который как раз рассказал о том, что в Кирове Уже создан совет отцов Но мы как бы долго его не пытали по поводу персонального состава Кто они, эти люди? Да, кто же наши самые супер папы Покажите нам их И сегодня как раз мы имеем возможность Не просто их увидеть, а с ними поговорить Понять, зачем Почему они пришли в этот совет И что они собираются в нем делать Так, ну представляем гостей Во-первых, Денис Александров, председатель совета отцов Кировской области Добрый день Добрый день, здравствуйте Дениса знают не только радиослушатели, но и телезрители Наверняка по голосу знают Я являюсь ведущим телевизионной программы новостей на канале России Мы сейчас поподробнее чуть-чуть каждого из отцов Попросим рассказать о себе Ну, с точки зрения уже и их как отцов Их как отцов Да, они как ведущих новостей Константин Партыка, заместитель председателя совета отцов Кировской области Добрый день Добрый день, да Добрый день И Павел Дорофеев, член совета отцов Кировской области Павла знают как депутат Добрый день Добрый день Добрый день Так, ну кто начнет, как папа о себе рассказывать? Давайте, наверное, в алфавитном порядке все-таки Давайте, Денис Александров На буква, да Я формально являюсь председателем совета отцов Что значит формально? Ну, потому что я считаю, что все наши отцы имеют равные полномочия В том числе и в совете Потому что я, хотя по уставу совета отцов имею право блокировать какое-то решение Но я им точно никогда не буду пользоваться Потому что я считаю, что все мы равноправны То есть вы не начальник? Я являюсь медийным лицом, может быть, поэтому и занимаю эту формальную должность Председателя совета отцов Кировской области Я являюсь многодетным отцом, у меня пятеро детей По духу своему я все-таки больше многодетный отец По стилю трудоголик И именно благодаря тому, что я дошел в жизни до какого-то такого уровня Когда я могу думать не только о своей семье, но и о каких-то других детях Ведь основной посыл, совет отцов, чужих детей не бывает Есть окружение моего ребенка Именно поэтому я и решил пойти в это дело И вот по результатам форума мне вначале наше обращение к друг другу отцы Меня оно как-то напрягало Но потом я постепенно с этим свыкся И на второй день мне стало это даже нравиться То есть когда нам говорили с трибуны отцы Вот я сейчас тоже хочу сказать всем телезрителям отцы Послушайте, пожалуйста, нашу программу В совете у вас тоже обращение? Отец, слушай, да? Нет, у нас более нормальное обращение Нет, более простое, наверное, друзья, коллеги Нет, вот так, слушай, хорошо бы звучало Отец Константин Ну, тогда мне еще нужно больше бороду отращивать Ну что, следующий Павел Павел Потому что мы так решили, Павел Еще раз добрый день У меня пока один ребенок, дочка, пять лет ей Все впереди? Да, конечно, все впереди Вот один из слайдов на форуме был Счастливые дети Это дети, с которыми играют папы Считаю, что это абсолютно правильно Вот на своем собственном опыте Когда с ребенком уделяешь много времени Играешь с ребенком, ребенок становится счастливым Ну, помимо играть, конечно же, нужно еще и воспитывать ребенка Давать определенные знания И я считаю, что именно такой совет отцов Это, опять же, некая площадка для обмена опыта Для помощи, для какого-то учения, просвещения отцов Поэтому, наверное, из-за этого я вступил в данную организацию Мне очень интересно Хочется помогать своему ребенку Ну и, конечно же, делиться опытом И помогать развивать вообще направление отцов Чтобы отцы воспитывали своих детей правильно Стремились пополнять свое семейство Чтобы было детей больше Вот как у Дениса пять детей Это, конечно, очень здорово Одна из целей, я считаю, что это самая главная цель Создания в России советов отцов Это поднять престиж отца в России Потому что у нас цепочка женщин, старики, дети Она сформировалась И государство всегда думает на эту тему А вот отцовство, ответственное отцовство Это то, над чем нужно работать И, по-моему, следующий год в России будет объявлен советом отца Годом отца Годом отца Да, она настолько у нас цепочка сформировалась Что есть даже шутка нехорошая Что половина россиян выращена в однополых семьях Мама и бабушка Потому что папа куда-то вот где-то Или вечно на работе пропадает Или его вообще нет Так, Константин Партиков Константин, да О себе Да, добрый день Я тоже являюсь многодетным отцом У меня трое веселых парней Которые не дают спокойно жить И вот насчет того, что в однополых семьях воспитаны Я буквально вот в октябре где-то прошлого года Я осознал, что я слишком много работаю И что у меня слишком много проектов различных Где я участвую И дома я появляюсь Ну практически на ночь Ближе к вечеру, ближе к ночи Вечером прихожу, дети спят Утром хожу, еще спят Да, да, да Так и не заметишь, как они выросли Нет, замечаешь Когда редко видишь, смотришь Ох, как ты подрос И вот действительно я пришел к такому выводу Что нужно бросать все эти проекты И самый главный проект в моей жизни Это мои дети, моя семья, моя жена И конечно же вот Ну предложили, пригласили В этот совет отцов Я с удовольствием согласился Пускай будет у меня этот проект Пускай я буду заниматься им Пускай я буду помогать другим детям Ну и конечно же Вот вспоминая свою юность, свою молодость Мы были выращены, воспитаны улицей Выросли с ключом на шее Это называлось в наше время Да, да, да Причем улицей в хорошем смысле этого слова Каждая бабушка, каждый там мужчина Каждый взрослый человек При каком-то твоем правонарушении Мог тебе сделать замечание Бабушки даже могли тебя отвезти домой И покормить Пока у тебя мама с папой работала Потому что у нас родители постоянно были тоже на работе Можно было зайти к однокласснику У которого мама была дома И там полкласса у него, можно сказать Там и обедал, и ужинал Да, да, да И я вот сожалею, что сейчас эти времена прошли И что вот мы как-то отстранились От воспитания своих детей Отстранились от воспитания чужих детей, скажем Хотя чужих детей не бывает Потому что когда ты идешь по улице И видишь ребенка, там скажем Ну, третьеклассника с сигаретой в зубах Ну Хорошо, если видишь сигарет в зубах Иногда они еще и стреляют Ну да, бывает всяко-разно И ни один человек, проходящий мимо Ни один, не делает ему замечания Пока не подойдешь, то не достанешь эту сигарету изо рта Не затушишь Ну действительно, наша холодность Наше безразличие Может быть, вот нам с ним бороться Как раз вот совету отцов Ну это чисто мое субъективное мнение, конечно Абсолютно согласен с Константином Но вот он сказал то, что было раньше Сейчас общество, к сожалению, изменилось Мы живем в информационном пространстве И дети давно уже не общаются Вот как раньше, да, в нашу молодость Хотя мы еще не такие старые Еще есть, так сказать, мужское Порох-порохальницы Сейчас социальные сети Которые меняют психологию детей В первую очередь То есть изначально это было подсунуто нам Как возможность общения Как сближение с разными людьми В разных странах А в итоге это разделяет людей И вот нам на совете отцов Сейчас, я думаю, мы о нем поговорим Да, в Екатеринбурге Сказали Такую шокирующую данную То, что, например, в России Школьник проводит в соцсетях Пять часов в сутки Пять часов в сутки В Японии шесть На Филиппинах десять То есть я не знаю, что они там на Филиппинах делают Но когда они еще едят, спят Принимают какие-то солнечные ванны Десять часов в сутки в соцсетях О чем это говорит? Ну они, может, на солнце прямо и сидят в соцсетях А у них всегда везде солнце на Филиппине Именно соцсети, я считаю, что Не самое лучшее изобретение человечества Это подмена общения Я боюсь, что это не главная задача, конечно Совета отцов, борьба с социальными сетями Информационная безопасность на всех уровнях Это основная задача Совета отцов Потому что нам говорили Этимология слова «отец» на всех языках В переводе на родоначальник Со всех языков мира С латинского, с французского С азиатских языков То есть слово «отец» Это родоначальник Подразумевает, что должен делать родоначальник Думать, в первую очередь, о безопасности своего рода О продолжении своего рода Ну и о том, чтобы что-то после него осталось Был какой-то другой родоначальник То есть его сын, его внук Кому передать? Недорога говорят, чем выше социальный статус человека Тем дальше он думает Если, например, люди, которые более-менее успешно Думают о своих детях Люди, которые имеют еще и какой-то успех Еще более, чем в нашем понимании Например, какие-нибудь английские лорды Они думают о своих внуках и правнуках Я считаю, что это правильно Мы сейчас сделаем небольшой перерыв У нас полуминутная пауза И вернемся к нашим гостям Продолжим разговор о советах отцов Константин Партык, Денис Александров Павел Дорофеев Сегодня у нас в гостях Это члены совета отцов Кировской области Который был создан приуполномоченным по правам ребенка И который вот уже приступил к работе И даже более того съездил на какой-то очень большой На первый всероссийский форум отцов Который прошел в Екатеринбурге На форуме были мы вместе с Павлом Я, наверное, ему слово предоставлю Вот несколько цифр Хотя я больше посетил Давайте с Павлом начнем Ну да, хочу сказать, что участников было довольно много Если я не ошибаюсь, более 400 человек Вместе с полномоченным по правам ребенка со всей России Это 81 регион Практически все Так, их вообще-то 85 Там, где создан совет отцов Помимо официальной чести, конечно, приветствия, больших гостей Были очень интересные площадки По теме образования По теме спортивного, здорового образа жизни Вот я посетил площадку по теме спортивного образа жизни Были очень интересные участники Тоже совет отцов из разных регионов Которые рассказывали свой положительный опыт в своих регионах То есть они проекты какие-то ведут, курируют или что? Да, проекты Ну вот там, например, был учитель из школы Который сам является многодетным отцом Он проводит патриотическое воспитание детей Проводит различные спортивные соревнования Проводит обучающие площадки для отцов Учеников данной школы И через него прошло уже порядка 10 тысяч человек 10 тысяч? Да, за несколько лет он очень вовлечен в эту работу И он рассказывал, как все это создавалось Как они проводят соревнования Некоторые соревнования уже И некоторые ребята, которые у него учатся Попали в областные первенства В различные площадки Кстати, был очень интересный участник Совета отцов Он руководитель Заведующий отделением реанимации детской областной больницы У себя в регионе Он, например, ведет работу по здоровому образу жизни Учит отцов, рассказывает Проводит семинары, площадки Тоже я считаю, что очень полезная и интересная работа Была женщина Не отец На форуме были и женщины Многие приехали с женами, что удивило меня на первое время Но это было правильно Вообще-то да Как раз это было бы и правильно Например, была женская половина Участник форума Она тоже многодетная мама И столкнулась с проблемой Может, у нее есть у мамы Или она и мама, и отец? Уже нету Она и мама, и отец получается Она, например, отстаивает права многодетных семей Различные законодательные инициативы Вносит в тот же мере И также ведет работу пояснительную, разъяснительную Тех законов, тех субсидий Которые сегодня уже существуют Для многодетных семей Она просвещает это направление Ведет консультации И на самом деле очень много полезных вещей Эту женщину зовут Светлана Александрова Председатель союза многодетных семей Кубанская семья Я просто вижу, у меня программа сохранилась Рассказывала она, например, что Все родители имеют право Получить карту здоровья Своего ребенка Которую должна школа проводить Раз в год проводят диспансеризацию И они обязаны карту делать В двух экземплярах Одну предоставлять родителям Родителям она сохранится И они потом с этой картой Могут выстраивать свое лечение Понимать, что необходимо ребенку И в том числе по этой карте Им обязаны проводить бесплатное лечение Оказалось, что Данной информации 3-4% всего Данную информацию знают от родителей Вот я об этом впервые слышу Я тоже Аналогично Поэтому на самом деле Много такой полезной информации Которой даже если только Такой информацией Обмениваться опытом Которая как минимум задуматься Заставляет о том, что Может быть есть какие-то права У родителей, в том числе многодетных Которые пока не реализованы Просто потому что Мы не знаем о том Что мы можем Что мы имеем на это Именно для этого существует Совет отцов И его федеральная Вот Анна Кузнецова Уполномоченная по правам В России Она сейчас принимает Очень деятельное участие В разработке закона многодетных Хоть мы заговорили об этой проблеме И в этот закон Вот еще можно успеть Внести какие-то правильные решения Которые потом соответственно Будут приняты Речь идет в первую очередь Я как отец пятерых детей Я для чего пошел Совет отцов Для меня самое главное Конечно здорово Все вот эти флешмобы Все эти активности На улицах У нас недавно проводилось Вот буквально два дня назад Приезжали к нам Немцы приезжали Да Были состязания на театральной площади Если честно То Совет отцов К этому не сильно Большое влияние оказывал Просто один из членов Совета отцов Является еще и участником Блицейской ассоциации То есть Формально мы просто Присоцировали Николая Косеев Спасибо ему за то Что он провел данное мероприятие И был не против Что мы шапку немножко подправили Что не только ассоциация Но и Совет отцов Я хочу сказать к тому Что законодательные инициативы Которые могут поступать Именно через уполномоченных По правам ребенка А Совет отцов Выступает как Рекомендательный орган Совещательный орган То есть мы не имеем Права законодательной инициативы Мы не можем делать Какие-то заявления Формально Но у нас есть Тот кто нам помогает За что ему большое спасибо В первую очередь Владимир Шабальдин И вот как раз В законном многодетных Который сейчас разрабатывается Очень бы хотелось Внести возможность Досрочного выхода на пенсию Для многодетных отцов Потому что Для мам предусмотрели Меняя пенсионное законодательство В новом пенсионном законодательстве А для пап не предусмотрели В это пенсионное законодательство Конечно сейчас Никто не станет менять Потому что Его приняли И в ближайшие несколько лет Его трогать никто не будет Это святое Правильно? Но есть закон многодетных Который можно включить Эту норму И уравнять в правах Родителей У нас ведь по семейному кодексу Папа и мама Имеют равные права В каких-то случаях Они в общем-то Даже иногда спорят За равность своих прав А вот в пенсионном Потому что труд матери Это конечно Самый сложный труд Потому что она производит Человеческий капитал Это самый важный ресурс В любой стране Как показывает мировая история Страны с большим населением Имеют больше успех Правильно? Не будем называть эти страны Но труд отца Попробуйте-ка воспитать Трех, четырех, пятерых И дальше детей То есть это не менее сложно Надо воспитать Попробуйте хотя бы Выкормить Заработать Как показывает практика Матери, которые остаются одни Или там отцы Уходят раньше из жизни Или там их бросают То есть как показывает практика Такие семейные Семейные Ячейки Я бы так сказал Они испытывают Очень большие сложности Потому что Когда есть папа И есть мама А я считаю Пусть на меня не обидятся Мои коллеги Что семья Это когда семья Папа, мама и пятеро детей Может быть и больше Это он подначивает Чтобы мы тоже К его уровню Приближались Чтобы тоже По пятеро Чтобы шевелились Хочу, чтобы эта инициатива Вошла в закон многодетных Что можно для этого сделать? Я по всем каналам Которые были мне доступны На форуме отцов И сейчас Пытаюсь эту инициативу По крайней мере заявить И в очередной раз Заявляю об этом здесь Внести ее кто может? То есть Владимир Шабардин Владимир Шабардин Должен попросить Анну Кузнецову Через Анну Кузнецову И то же самое я сделал Я попросил об этом И Андрея Юрьевича Коченова Это председатель Совета отцов в России Он ближе в Москве И соответственно Он входит еще в общественный совет При Анне Кузнецовой При уполномочении При уполномочении По правам ребенка в России Может быть Эта тема и дойдет Хотелось бы конечно Потому что Есть еще время Сколько его? Этого времени? Ну у меня еще Как минимум 17 лет Нет До принятия закона До принятия закона До рассмотрения законного проекта Я не знаю Это зависит от депутатов Госдумы В каком чтении Не будет его принимать Сейчас закон разрабатывается Вот пока идет разработка То есть он не внесен еще Он не внесен Он не внесен Сейчас формально существует закон 1993 года Принятый еще при Ельцине И какие-то региональные нормативные акты Вот и все Так О чем еще говорилось на форуме Очень хотелось бы отметить Выступление именно Московского Председателя Совета отцов Потому что он Так как живет В самом большом городе России Он имеет Наверное Самый большой опыт И он предложил нам Вот такой Мастер-класс По разбору ошибок Во-первых Он меня удивил цифрами Они проводили исследования Оказалось что Заботливых отцов То есть тех Кто надевает передник Тех кто варит кашу Примерно 22% А как это они замеряли Интересно А вот я не знаю Где они это делали Вопрос Примерно 19% Это жесткие карьеристы Те которые думают Только о своих амбициях То есть они Не занимаются практически Семьей Они приходят Вечером Ну деньги Они зарабатывают И получается Если сложить Вот эти вот 20 плюс 20 Получается что 60% всех отцов Нормальные люди То есть они Для них карьера И семья Не или семья А и семья И для них соответственно Вот это наша целевая аудитория Они пытаются Как-то совмещать То есть есть с кем работать Есть о чем работать Именно поэтому Вот мы сейчас Цель нашего Сегодняшнего присутствия Здесь обратиться Ко всем заинтересованным Папам Папам Может быть в организациях Есть советы отцов Может быть в школах Есть советы отцов Есть просто ответственные люди Которые Но если нет То их можно создать Да В том то и дело В том то и дело На самом деле Я перебью немножко На самом деле Сейчас вот пока Как бы сказать Идет спаивание коллектива Спаивание В каком смысле спаивание Спайка Нам всего лишь месяц Мы организовали Смей Слово очень многозначное Я долго думал Что ты имеешь в виду Николай Сплочение ты имеешь в виду Да Сплочение И поэтому Естественно В будущем В планах на будущее Это советы отцов В каждом городе Кировской области Советы отцов При школах Но это все в будущем Мы сейчас Почему не хватаемся За различные проекты Какие мы могли Потому что Любое хорошее дело Спешкой И скажем так Неправильным Какие-то действия Можно загубить Ну как говорила Бабушка Спешка Нужна при ловле Блох Да И поэтому Это все в будущем Мы конечно же На все это рассчитываем Что у нас будут Советы отцов В городах В школах Может быть даже В присадиках Но это уже Нет Но ведь Константин Они смогут создаваться Независимо от того Хотите вы это или нет То есть да Естественно Но мы можем В данном случае Я еще раз обращаюсь Ко всем людям Которые заинтересованы Мы можем предложить Готовые алгоритмы Если к 1 мая Будет создан федеральный сайт Совета отцов В России И там будут выложены Алгоритмы проведения проектов Вот сейчас есть Два крупных федеральных проекта Это отцовский патруль Потому что Как нам было озвучено В прошлом году На водоемах погибло 383 ребенка Они утонули Потому что Равнодушные люди Купались рядом Дети абсолютно Непрекаянно Ничьи дети Без родителей Купались где-то В неустановленных местах Они просто утонули Вот если бы Отцовский патруль Существовал не только В южных регионах Как вот приезжали Нам показывали В Ставропольском крае Но и здесь Хотя у нас сезон Купальный маленький Могут не спасли жизнь Кого-нибудь Это именно спасение На водах Только об этом Идет речь Или еще о чем В разных ситуациях У нас короткое лето Поэтому отцовский патруль Может в разных ситуациях Использоваться Совместно с сотрудниками Правоохранительных С сотрудниками Правоохранительных С сотрудниками ГОЧС Совместно Патруль Я даже хотел добавить Вот этой зимой У нас несколько детей Пострадали на ватрушках Катаясь Ну почему бы Не устанавливали Отцы Которые рядом находятся Да даже не отцы Просто люди Которые рядом находятся Просто люди Для того чтобы Подвинуть отцов И просто мужчин Людей Для того чтобы они были Более активны Более внимательны Да Более внимательны Вот как раз мы говорили С Владимиром Шабардиным О том что вот как бы Есть горки некоторые Все знают что они есть Все знают что эти горки Что они опасны Еще один проект Это Мы готовы Но это Скорее всего мы это будем делать По весне Когда растает снег Это сдача нормативного ГТО А ну понятно Это стандарт Но есть проекты Которые родились буквально вот сидя в кресле Когда мы сидели В зале В Екатеринбурге Это Во первых то что можно сделать Фестиваль социальной рекламы В Кирове Это как раз Отличает теме Продвижение образа отца Потому что немногие знают Что например Гагарин был Третьим Ребенком в семье А кто был его отец Да Никто не знает Жуков был по моему восьмым Калашников чуть ли не одиннадцатым То есть все эти вещи Они должны продвигаться Это одна из идей Социальной рекламы А может быть все что угодно Можно придумать все что угодно Пусть дети рисуют Пусть еще Вот нам например подарили книжку Бажова И все иллюстрации выполнены детьми Очень красивая книжка Но я сейчас хочу сказать о другой книжке Можно да Вот несколько Я вижу кодекс Как это называется Кодекс мужчины и отца Российской Федерации Понятно Вообще советы отцов существуют в разных форматах Например в Иваново нам говорили Больше 10 лет Они сами организовались Сейчас они вошли под уполномоченного по правам ребенка А до этого они были сами по себе Есть такие крупные регионы Как например Красноярск Оттуда вообще приехало 10 человек Есть ну разумеется Москва Там Екатеринбург То есть у них это все живет И пышет давно уже Вот книга которая издана При поддержке совет отцов При губернаторе Новосибирской области Это еще одна форма работы То есть они вот например Не при уполномоченном а при губернаторе Они тоже работают При поддержке областного совета отцов При губернаторе Новосибирской области То есть здесь есть какое-то финансирование Здесь конечно выборка из разных Тут и Ломоносов я вижу И Александр Невский И Мономах Но мне бы хотелось буквально Пока Нас слушают Надеюсь Нас слушают разумеется Из Кодекса Чести русского офицера Вот Несколько которые я заметил Вообще мой ребенок Которому 18 лет Прочитал эту книжку Я ему сразу Я подсмотрел Классная книжка Вот классная книга Он мне сказал Он редко договорит Про книги такие вещи Вот здесь есть например Не делай долгов Не рой себе ямы Живи посредством Просто и понятно Вроде банальные вещи То что на поверхности Просто не бери кредиты Зачем Живи посредством И тогда может быть тебе будет легче жить Сейчас подумайте все те Кто решает взять очередную ипотеку Или например Вот по поводу отношений Береги репутацию Доверившейся тебе женщины Кто бы она ни была И следующий пункт Сразу же Вот например Руководствуйся в жизни инстинктом Чувством справедливости И долгом порядочности Но будь всегда на чеку И не распускайся Вот Вот эти вот вещи Которые на поверхности Они вроде бы такие простые Банальные Мы о них Может быть всегда знаем Но не всегда говорим Но вот в этой книге К сожалению в Кирове Только три экземпляра Я вот всем нашему активу вручил Но в Кирове Свой кодекс С мужчиной отца Планируете Издавать Принимать Или будете руководствоваться Вот С опытом коллег Из Новосибирска Что скажут Наверное опытом Потому что все же Зачем выдумывать Пятое колесо Если уже все сделали На федеральном уровне Какой-то кодекс Как их воспитывает папа Второй ребенок Рассказывает Папа иногда приходит Раз в неделю То конечно Очень хорошая идея И говорят Что прямо там Мировоззрение Вот я просто В одном из открытых источников Видел Три шага По разрушению нашей страны Первый шаг Это падение авторитета отца То есть Что он лентяй Неудачник Пьяница Что вот он слабак Второе Это заставить маму Круглосуточно работать Чтобы она работала На трех работах Чтобы она забыла Про своих детей И третий шаг Это разрушить систему образования И тогда в общем-то Все Семьи не будет Вот на этом я бы Приостановился Чтобы вы подумали Пока А пока у нас Как раз перерыв У нас реклама Полтора минуты Мы вернемся Возвращаемся в эфир Константин Партык Денис Александров Павел Дорофеев В нашей студии Это представители Совета отцов Кировской области Мы говорим о форуме Всероссийском форуме отцов Который прошел В Екатеринбурге И о том Чем совет отцов Будет заниматься На территории Кировской области Немного об этом Нам Владимир Шабардин Рассказывал Но вот сейчас Уже просто из первых рук Что называется Владимир Шабардин Всегда когда говорил о каких-то планах Он говорил Это в моем ведении Но как они решат То есть у них там По-моему демократия Владимир на форуме Сказал И я пожал ему за это руку Что он ни в коем случае Не будет Чего-то рекомендовать Вмешиваться Пускай говорит Я могу помочь Если обратятся Но что-то вот им заставлять Что-то делать Ни в коем случае Это правильное решение Так ну давайте Наверное уже перейдем К тому что будет происходить На территории Кировской области В ближайший Ну давайте хотя бы год Помимо того что мы обязаны Будем сделать федеральный проект В этом формате не было В летнем, весеннем, осеннем И нормативы ГТО То есть в любом случае Появятся проекты Алгоритмы До первого мая Которые были приняты Как интересные На форуме То есть вот Возможно это будет В первую очередь Ближайшие да Масленицы У нас масленицы Что мешает Отцам взять сковородки И где-то там А в следующем 8 марта Будет на днях 8 марта Есть идея проекта Лучший подарок маме Кто? Кто? Выходной день Папа конечно же Лучший подарок маме Это папа То есть на эту тему Пожалуйста Соцсети позволяют Делать любые видео Вкладки Любые мнения И прочее Вот то что По крайней мере ближайшие Да А в целом А про масленицу Что вы думали? Пускай дети Кункурс Кункурс Пускай дети вместе С отцами пекут блины Где? В интернете У себя выкладывают Хотя бы дома Дома И выкладывают в интернет Или же например То что вот Ближайший проект То что должно было состояться Но не состоялось Ввиду отсутствия реквизита Я бы так сказал На совете На форуме отцов Первый день у нас был Такой своеобразный Хит парад Силовиков То есть выступал Представители Пожарной охраны Общественного порядка И прочих Которые говорили Что все За детьми надо следить Что там Вот эти соцсети Пожары Дети воруют В супермаркетах И так далее И отцы решили А давайте 23 февраля Сделаем такой Всероссийский флешмот Просто вот все Закупим Датчики газа Утечки газа И поставим Тому кому они нужны Например У меня у родителей Бывает так Что родители-пенсионеры Забывают выключить чайник Газ идет Соответственно может быть взрыв Да и взрывы Недавно показали Я в Кирове не нашел Вот эти вот Индикаторы газа Потому что их просто нет Но в одной фирме Мне сказали Что мы почувствовали интерес Многие спрашивают И мы сейчас заключаем договор И будем закупать Эти индикаторы газа И вот через неделю Можете к нам прийти Купить Он стоит Сразу мы говорим Ни в коем случае Не покупайте у тех Кто к вам придет сейчас В подъезд И будет продавать вам Со скидкой Там пенсионерам За 5000 рублей Этот датчик стоит Не больше 1000 рублей То есть он позволяет Мы защитники отечества 23 февраля Не было Слава богу Нам сейчас не нужно Идти с оружием Защищать нашу страну Но мы можем защитить Наших семьи Или наших соседей Хотя бы от взрыва Бытового газа Да и себя Если в вашем доме Вот я призываю сейчас Тех у кого Эта проблема существует Или те кто По крайней мере На шаг вперед думает Чтобы не было Такого жесткого взрыва Когда потом приходится Разбирать целые Секции жилых домов Многоэтажных И стратьте эту 1000 рублей Найдите в интернете Я никого не рекламирую Найдите Купите этот датчик Именно не пожарную сигнализацию Это разные датчики А именно датчик Который пищит громко И противно Когда в вашем доме Пошел газ А ваша бабушка Или ваши родители При этом спят Заходя на кухню Включая свет Пол дома вынесло Вот еще один проект Который надо делать сейчас Когда в Кирове Наконец-то появятся Эти датчики Но это не обязательно Ведь силами совета отцов Это можно как-то Вам объединиться с кем-то Была договоренность Заварить интернет Видео Вот мы с отцами В Екатеринбурге договорились Будем ставить эти датчики Снимать на видео Что вот я Вот моя мама Или вот моя соседка И все остальные подумали И Ну понятно Раскачать историю Чтобы к вам Как можно больше людей Ну вот сейчас Например у нас Запускается Буквально вчера Запустился проект Интербезопасность В нем принимает участие Лиза Алерт МВД Политех наш Кировский Опорный ВУЗ Нынче Да-да-да Опорный ВУЗ И там будут проводиться Лекции в школах По Безопасному поведению детей Для родителей Для детей То есть по финансовой Безопасности По компьютерной Сейчас решается По безопасности В среде города В среде загородной Лиза Алерт Наверное Да-да-да Вот сегодня Как раз все письма Будут разосланы Директорам школ Для участия Письма будут разосланы Не от совета отцов А от уполномоченного От уполномоченного Да Вот Ну вот уже проект Который начинает Работу свою Также вот Как По театральной площади 9 мая У нас пройдет Опять же совместно С полицейской ассоциацией Мы проводим На Воробьевых прудах В Порошино Значит мероприятия Там будут И жим Штанги И каша В общем Это в рамках ГТО будет Или это будет Отечественная Какая-то история Дню Победы Дню Победы Да Просто будет Извиняюсь 9 марта А 9 марта Да 9 марта Там будет И 8 марта Приурочено И к 23 февраля То есть там все Там и будут сражения Показаны И гонки На квадроциклах Не на квадроциклах По-моему На снегоходах На снегоходах Да В общем Ну будет интересно Пожалуйста Кто желает Приезжайте Посмотрите И там совет отцов Можно будет найти В полном составе Нет В полном составе А вы как-то С бэджиками будете ходить Там по театральной площади Чтобы к вам могли подойти Вопросы задать Или нет Мы как-то сейчас решаем Насчет Хотя бы жилеток Чтобы нас выделяли Ну я думаю В желтых Да В желтых жилетках Но я думаю Что это не принципиально Факт то Что мы здесь присутствуем Что мы помогаем Это все организовывать Вопрос в другом Вопрос в том Что мы с вами говорим Что к вам должны Присоединяться Активные То есть вот у вас Актив совета Сформирован Но все равно Есть люди Которые может быть Чем-то поделиться С вами готовы Вот давайте я вам Сейчас расскажу Как вас искать Расскажу вам Где нас можно найти Ну изначально Это конечно же Соцсети То есть группа Вконтакте Как называется Называется Совет отцов Кировской области В фейсбуке Называется Совет отцов Приуполномоченным По праву ребенка Кировской области Ну и естественно Значит Можно задать Любой вопрос На сайте Уполномоченным По праву ребенка Кировской области И этот вопрос Обязательно В порядке Передадут нам На наших вкладках В фейсбуке И вконтакте Есть Все То есть данные Есть Контактные Да контактные данные Есть кому С кем связаться С кем поговорить То есть есть Положение О совете отцов Есть заявление Если вы желаете Вступить То есть У нас же сейчас Цифровой Мир Давайте объясним Люди Которые Хотели бы Вступить В совет отцов Но они пока В силу своей занятости Не очень понимают Как много времени Они там Работе могут уделять Вот Им к вам идти Или все Вот сразу же крест Если они много работают Неужели они не хотят Уделять время Своим детям Вот А они скажут Я лучше с ребенком Время проведу Чеми там В совет отцов-то ходить Мы уделяем Время своим детям Мы мне кажется Выполняем функцию Совета отцов Аня у Дениса Пятеро детей И уходит время Да для совета отцов Вот и ответ Ну он трудоколик Он же сказал Да мне кажется Там уже дети Наверное Во многом помогают Да друг другу Да после трех уже разницы нет Сколько четверо Пятеро шестеро На самом деле Там уже такой процесс Что они сами себя организуют Ну по времени Так как все таки То есть люди которые Формально мы должны Собираться раз в месяц На какие-то Раз в квартал Тем более раз в три месяца Да раз в квартал Но мы собираемся По мере необходимости А также у нас предусмотрено Решение То есть у нас Есть своя группа Вайбере Есть своя группа Вконтакте Где мы переписываемся То есть личное присутствие Необязательно Да личное присутствие Необязательно Мы забыли просто на связи Сказывать свое мнение То есть вот последнее Второе наше Собрание Проходило как раз В том режиме Кто не успел у нас Они находились онлайн То есть и заочно голосовали Третье ваше собрание Когда планируется Пока точную дату Я вам сказать не смогу То есть сейчас Это будет под какое-то Обсуждение Тема которого уже известна Или пока вы не определились еще Скорее всего Это будет ближайшие Наверное недели две Потому что вот мы сейчас Сформируем Эти региональные проекты Которые поставим себе В качестве работы Потому что идей очень много И наверняка Вот в марте Надо в любом случае Собраться Может быть там Не знаю До 8 марта После 8 марта Это уже как получится Хотя для нас Это дата не такая Я буквально Несколько накидаю Вот то что еще интересно Мы зная вот эти варианты проектов Например школа ЮНГ В Чувашии Очень активные отцы Они договорились С Калининградским советом отцов Сказали Вы только приезжайте к нам И у нас совместно С подшефными кораблями Балтийского флота Проходит школа ЮНГ Вы только к нам доедьте Мы вас примем Накормим Устроим жить И там на несколько дней У вас будет школа ЮНГ Вот то что сделали Например в Чувашии Как вариант Молодцы Ралли-бати Или например Это все что угодно Может какой-то Туристический сбор бати То есть когда штурманом Может выступать ребенок А ребенку знаете Как здорово управлять папкой Папка за рулем А ребенок говорит куда ехать И при этом должен подготовить К программу Что вот по каким-то значимым местам Константин, ты не практикуешь Еще такое ралли? Ну я буквально Вот 18 числа Причем по нашей области Съездить куда-нибудь Там в Рябово Я не знаю Там какие-то такие моменты Два в одном получается Совместить и туризм И краеведение И воспитание Как раз 18 февраля Мне было присвоено Звание кандидата В мастера спорта По автоспорту То есть Ну мы Ты представляешь Своего ребенка В качестве штурмана? Легко Вот ребенку главное Объяснить как это все делать И он будет тобой управлять Лишь бы потом в жизни Это не получилось так же Ну вот какие-то такие вещи Или же вот То что мы здесь говорили Выходные без выхлопа Да, мы обсуждали в перерыве Давайте обсудить На самом деле Очень бы хотелось сделать Может быть это негуманно По отношению к отцам Которые в пятницу Привыкли отдыхать Но вот было бы неплохо Чтобы в субботу Если от отца нету перегара В субботу утром Если можно провести алкотест Если он например От него не пахнет курьем Потому что нам на форуме отцов Сказали что у нас в стране Миллион людей Каждый год умирает Вот от этих болезней Наркотики, сигареты, алкоголизм То его куда-то могли бы пускать Например с ребенком То есть папа С одним ребенком Или там с пятью детьми Подходя в какой-нибудь музей Папа подходит в музей Его пускают бесплатно Потому что он трезв От него не пахнет Табаком Просите пожалуйста А папу многодетного Разве не пускают И так в музей бесплатно К сожалению Удостовление многодетное Кировской области Не дает Там раз в месяц Там какой-то четверг Нужно смотреть А здесь именно хотелось Чтобы системная работа была Причем не только Каждые выходные В музеи Ведь есть еще и парк Есть еще качели-карусели Есть еще все что угодно Ну или скидка какая-то Слушайте а вы не думали На тем чтобы какую-то Такую пластиковую карточку Выпустить Карточка отца Который скидку дает Там где-то А зачем отцу Пластиковая карточка И так понятно что он отец Зачем ему скидки Ответ на наш вопрос Слушайте тут еще Вот какая история Мне очень понравилось Как анонсировали Форум в Екатеринбурге Некоторые средства Массовой информации Они сообщили В Екатеринбурге Собрались супер папы Со всей страны Которые не прогуливают Родительские собрания Вот это на самом деле Тоже ведь очень важная тема Которой как мне кажется Совету отцов Можно бы заняться У нас есть совет Там работодателей Кировской области Еще чего-то Папы ведь многие Не ходят на собрания Не потому что не хотят Сейчас в школах По новому закону Есть советы школ Но туда входят Одни женщины Вот Вот А почему Потому что Надо совет отцов Возможно создавать При школах Возможно стимулировать Работодателей К тому чтобы они Папа отпускали Потому что ответственный Папа это ответственный Сотрудник так-то Потому что он в работе Своей заинтересован В том числе Благодарим наших гостей Говорили мы сегодня О совете отцов Кировской области Напомню что Вконтакте и фейсбуке Можно найти Константин Партык Денис Александров Павел Дорофеев Были в нашей студии На этом мы с Николаем Не прощаемся Вернемся в начале Следующего часа Нашим гостям спасибо Спасибо И удачи вам Спасибо отцы Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok